нет конечно же не все пропало это шутка но не все так радостно как хотелось бы сейчас пойдем посмотрим а теперь привет всем телезрителям и подписчикам нашего канала но сегодня 11 июля по извините 10 июля а ситуация нас вот всего лишь вот такая мы подставили всего лишь по одному магазину двух семей сильных семьях 4 слабенький 2 тоже не сильный хотя пытались выровнять доставляли рамки с расплодом но пока ситуация кардинально не менялась мед у нас только-только пошел и пошли привесы хорошие полкилограмму весы показывает сейчас покажу смс вот почему так получилось хвастался я вам что у меня вот тут такая местность у нас все красивая и там цветет и там цветет но вопрос стал в том что оно только-только начало цвести только пошел принос нектара то есть у нас после зимовки зацвели садочки как бы садочки есть но их немного и на развитие это очень хорошо повлияло а дальше после садочков была яма и поэтому чтобы как-то это яму беззвяточную обойти нам нужно чтобы был какой-то взяток то есть засеять чем-то будем думать рассчитывать чтобы с 15 мая по где-то 5 июня откуда-то брать пчелкам нектар ну люди многие пчеловоды уже откачались 1 майский мед а мы тут сидим грубо говоря неумелые пасечники вот пойдем сейчас посмотрим что мы наделали а потом покажу вам что творится в ульях кратенько и нашу новую методику работы с двумя кронштейнами тут наша мастерская сосед привет привет всем привет вот что мы наделали заканчиваем с магазинами работу уже десять штук готовы эти улья пойдут под отводки не улья корпуса пойдут под отводки под отводки днище купили купили крыша еще много чего тут накупили наделали вот таких вот штук будем ставить ну наверно не в этот раз а когда будем отводки делать у нас будет и строительная рамка и и кормушка сразу с помощью строительной рамки будем бороться с клещом варуа купили еще одно приспособление будем переделать под магазинную рамку что постоянно ролики не крутить будет у нас два приспособления дальше покажу уже в конце видео наши расходы наши докупки но сейчас пойдем посмотрим что у нас там в гнездах пчелинных происходят хотели у него взять рамку пересадить ну с расплодом вот такой засевчик хотели во второй период переставить с этой стороны не очень до чего очень много и пора делать отводки поэтому 11 видео будет посвящено как мы точно как мы делаем отводки потому что ну все пси жена еще внизу посмотрим что происходит вот так что заказываем маточки будем делать отводок а вот это то что мы думали слабачок а тут такая же ситуация сюда срочно будем сегодня ставить магазин чтобы мы не остались без пчелок чтобы не ушел рой да вот это ну давай обрезаем вот эти штучки вот у нас ведерочка специально лет чтобы ни грамма воска не потерять цена маточница языки да и трута он сверху там тоже так ладно прервемся буду помогать так другий вулик сосед что тут послабише да мы взяли багато можем магазин поставить чтобы было чем заняться метку мало но взятки хорошие по килограмму два в день и холстик поменяем сразу да вот кстати что значит подготовка кто не пролентяничало того готовый магазин сразу пошли на склад взяли наводщины наводщины со сталинными рамками поставили и пошли к другому улью так ну 3 4 улья сейчас с 3 есть хорошая засела о куда вот эту давай вот это сейчас для слабачков правда блин уже им раза 4 давали наверно да струшивать наверное пора менять матку в этом улье кстати они матку поменяли здесь не меченая маточка то есть ребята не хотят воспитываться работает так как нам надо поэтому наверно купим матку хорошую и поменяем вот ладно тут мы будем уже заканчивать побыстрее полоски еще надо поставить ставим на к плюс кстати там на эфирных маслах то есть для вы и тут хорошая да она и засевый мед будем ставить эко плюс она полностью на эфирных маслах и прошлом году ставили то есть ну как бы на клеща не жалуемся поставила на его кошмаре мы делаем профилактику так вот смотрите как мы вдвоем работаем с двумя кронштейнами то есть один человек с одной за 7 миг бишься их не даст нет сын цены их не наверное цветушему представлен один с одной стороны другой с другой стороны и получается у нас дружно и очень быстро так друзья сейчас будем приспособление для натяжки рамок проволокой переделывать представлять ролики чтобы можно было удобно собирать магазинную рамку есть у нас вот паспорт изделия и вот здесь если фокус наложу есть чертежи вот то есть у нас конкретно тут надо дан изначально найдет надо дан 4 ряда проволоки можно на руту переделать 230 рамку это вот этот рисунок чертеж и можно на магазинную для начала нам нужно снять катушку потому что по чертежу нам катушку с этого места вот она вот здесь была должны переставить должны переставить вот в то место вот как указано на чертеже ну в общем сейчас мы демонтируем а потом будем прикручивать с помощью линейки все выставлять первое отмеряем сверху упор 68 миллиметров а потом от него 60 миллиметров ставим ролик только наверно 60 миллиметров чтобы он по центру был понял по центру оси так все поснимали теперь монтируем согласно размерам поставили два упорчика вот так теперь выглядят и винтовой натягиватель переделали наше приспособление получается упор первый стоит на 68 миллиметров 2 приблизительно по чертежу где-то двадцать ночи 60 паша 1 60 2 до 68 то есть ну согласно чертежу все сделали один ролик второй ролик один у нас оказался лишним и перенесли катушку отсюда сюда сейчас показываю как это теперь делается устанавливаем рамку зажимаем ее так чтобы она подпружинилась забиваем 1 гвоздик второй сразу чтобы не отвлекаться на лишнее движение и заводим проволоку у нас боковушки завтулины уже поэтому проволока заводится очень легко втулки конечно это вещь все происходит очень быстро здесь затягиваем подкручиваем снимаю с ролика еще раз подтягиваем берем кусачки перекусываем проволоку и закрепляем на второй части раскручиваем получается вот такая вот штучка но не сильно у меня получилось но когда руку набьешь соседа на 50 рамки уже струна так кондуктор для сбивания как работает есть вот такие четыре планки одна ставится сюда одна сюда есть вот таких конусные зажимы вот такие вот устанавливаем боковушки до доска что что втулкам до доска втулками ну в обратную сторону забиваем зажимы чтобы боковушки плотно прижать на вот этих сейчас вам покажу на одних перегородках есть резиновые это выпадет резиновые уплотнители чтобы была какая-то амортизация дальше устанавливаем зажимы прижима прижали боковые планки и устанавливаем верха показываем на магазинных рамках самые неудобные но нам без разницы у нас идут с вилочкой верху рамки в этом варианте но если если у вас нету вилочки то для того чтобы не подали рамки вот это вот планочка устанавливается вот здесь и соответственно поддерживающему мне неудобно одной рукой так устанавливается соответственно боковушки чуть чуть ниже а потом она же используется и с другой стороны если у вас есть вилочка или еврозамок тут все гораздо проще то есть поставили а потом будем в нашем случае мы взбиваем с помощью молотка и гвоздей нету пневмостеплера как бы работа шла быстрее так поставили теперь каждую планку быстренько прибиваем гвоздями так верхние готовы верха сбили теперь не за устанавливаем нижние планки ставим эти упоры и сбиваем сбоку прибиваем сбоку прибиваем нижние планки это магазинные рамки поэтому одного гвоздика нам хватает да на одной стороне у нас два гвоздика чтобы не прокручивалась а на этой стороне по одному так все сбито вынимаем теперь все поддерживающие и закрепляющие планки они комплект отличаются две идут вот такие просто без ничего а две с резиночками то есть резиночки с резиночками ставятся вот в это место ну а теперь переворачиваем да и вынимаем рамки вот так вот легко и быстро одновременно можно сбить 10 граммок подписывайтесь на канал ставьте лайки пчеловодстве самое главное организация труда поэтому у нас есть тут помощник крестьяна крестьяна роналдо красит нам они это просто мальчик на него похож что делаешь мальчик красишь скажи привет подписчикам привет всем ты не красишь ты грунтуешь да окрасить будем чуть попозже вот пока папа и дядя андрей занимается сбитием рамок у нас помощник нам помогает нравится тебе да вот воспитываем с детства пчеловодов так ребят будем друзья будем завершать нашу десятую часть вот подготовили магазины часть вы видели мы уже поставили крыши да не будем делать отводки на следующей неделе не пропустить эту серию вот и наша рубрика и теперь посмотрим наши расходы то есть их было несколько накладных вот то что не по накладной это докупили краски грунтовки это ну там кисточки обошлось 1200 гривен так по накладным что мы тут покупали смотрим в апреле магазины покупали разделительные решетки ну конечно же футболку дальше проволоку для натяжки кобальт их ну кое-что не использовали кобальт газ для для розжига вот обошлось нам это 3465 гривен дальше мы покупали крыша дно ну постепенно все перевозили или кала на полу рамку потому что перевозили переходим мы на 145 эту гнездо будет трехсота а дальше будем наращивать 145 867 гривен потом мы привезли еще одно приспособление для натяжки стамеску сосед захотел европейку потому что очень удобно под углом сейчас вам покажу вот на такие перешли из-за вот этого вот крючка очень очень удобно им подымать рамки просто просто сказка потом дно а вот интересный эксперимент будем поставить наверное на первом мулье это рамки магазины из пластика овощины то есть вот взяли сразу 10 штук рекомендовано сразу ставить магазин то здесь мы их покроем воском но это все покажем дальше видео вот покроем воском и поставим магазин таких рамок посмотрим как они работают потому что честно говоря натяжка сборка натяжка рамок проволока и наващивания самый долгий процент для нас как бы очень много времени тратим потом мы покупали к плюс вчера поставили кормушка верхняя планка с прилетной планкой я ее показывал ну вот они вот они не собраны лежат да кстати из-за такого формата то что находит в 1 в 1 очень дешевые перевозки то есть а вот 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 такая вот уже готовая тоже будем подставлять после скажите мне после того как сделаем отводки так джала сил футболка вторая тоже там с первым с размером не угадали пришлось передарить ее так 1983 и по крайне закупка наша это 10 магазинов в принципе вот эти вот вот они уже готовы к работе так ну баланс теперь сейчас будет на вашем экране подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем удачного сезона до скорой встречи пока